Всем привет! Я на работу пришла. Сегодня у нас пятница. Дождь фигарит. Прям капец. Сейчас я зонтик выпишу. Посушу его на балконе. Дождь. Прям хорошо. Я тут зонтик поставила. Посушить. Потому что пока шла, он все накапывал. Так. Сегодня я работаю после обеда. У меня два клиента. Должна была еще с утра выйти. Но девочка отменила запись. Там что-то в поликлинику надо. Так что вот так. Перенеслись мы на следующую неделю. Два клиента. Возможно, поснимаю. А сколько вообще по времени у отпуска? 42. Капец. Вспышка идет. Сейчас посмотришь. Все. Я закончила. Отпустила девочку. Закончили мы с ней. Вот сейчас 20 минут. За час 10 мы с ней сделали. У меня уже стерилизуется инструмент. Она уже ушла. Сделали могилевое укрепление. Я поснимала всю красоту. Покажу вам. Поняла, что это интересно вам смотреть сам процесс маникюра. Ну, понятное дело, на ускорение. Вот. У меня еще почти целый час до клиента. Сейчас напишу ей, чтобы она пришла пораньше. Чтобы я домой пораньше ушла. Если сможет, конечно, нет. То ладно. Ну, все. Жду клиента. Потом покажу еще, что делали. Делали мы подложку Glossy Fluid Gel. Cadillac номер 30. Это жидкий полигель. И топ был Global Fashion. Ну что, поехали. Снятие начинаю керамической фрезой. С синей насечкой. На 30 тысячах оборотов. Форма этой... И не кукурузка. Наверное, тупой конус. Ну, всегда начиная с середины. Потом правую, либо левую сторону. И потом иду на сглаживание. Ну, у меня уже, говорю, все на автомате. Поэтому... Вот серединка. Право-лево. Лево-право. Потом сглаживаю и убираю длину. Но середина начинаю всегда. Немножко форму фрезы мне неудобная. Ну, какая есть. Какая попалась. Здесь начинаю пил. Взяла пилочку PopMam от Stalix. Здесь у меня 150 грит. Честно говоря, вообще не люблю эти в пилки. Не знаю почему. Но вот у меня их полно. И нужно их дорабатывать. Взяла, потому что у клиента глубокие валики. И трапециевидные. Особенно вот эти вот безымянные пальцы. И подлезть потолще фрезой, да. Например, там файл на вспененной основе. Ну, просто вообще нереально. А вот этой тоненькой удобно. За счет этого вот я и беру эту фрезу. У меня есть еще с синим напылением. Ой, фрезу говорю. Этот файл. Есть еще с синим напылением. Он мне побольше нравится. Но вот он у меня на 180. 150 черные остались. Здесь иначе стоя форму не делаю. Я просто делаю опил. Немножко так форму поправляю. Потому что я формулу еще буду после выкладки окончательную делать. Здесь клиенту, конечно, скву овал. Подходит. Хотя я больше бы мягкий квадрат делаю. Так как ноготочки трапециевидные. И при отрастании мягкий квадрат лучше смотрится. Хотя она любит почему-то острую. Ну, не знаю. Я как-то пыталась сделать. Я начала показывать, что видите, при отрастании вообще некрасиво смотрится. Поэтому мы делаем такую скву. Хоть квадраты здесь мягкие. Мне больше нравится. Ну, ладно. Клиенту самое главное, чтобы нравилось они мне. Все. Здесь сглаживаем все. Убираем, если есть какие-то отслойки. Убираем щеточкой пыльку. И апельсиновой палочкой поднимаем кутикулу. Прям убираем все склеечки. Чтобы фреза хорошо гуляла под ногтем. Вот сейчас на указательном вы увидите, что склейку я никак не могла убрать. Прям и так, и так мучилась. И представьте, если не поднять, да, что фрезой будем проходиться. И ранка здесь будет обеспечена. Сейчас вот видите, как я прям, можно сказать, отдираю. Вот именно на этом пальце. Вот видите. Ну, это все, конечно же, все делается аккуратно. Чтобы не повредить клиенту. Все, аллилуйя. Все, я отодрала. Отодрала. Все приподняла. И делаем это на обоих ручках. Никак не пропускаем, конечно, вот этот момент поднятия. Все, подняли. Теперь берем фрезу. Диаметр здесь я взяла 2,1. С красно-синим пояском. Это фрезы MagicBit. Я, по-моему, уже много раз говорила, что пользуюсь только ими. Работаю я на форварде. Слева направо. Зачищаю все. И приподнимаю бортик. Так лучше видно. Ну, мне пока нравится так работать. На форварде потом на реверсе. Видите, сразу поднимаю бортик из кутикулы. И прям все под кутикулами пространство. Отлично все видно. Где убрали, пыль. Где не убрали. Хотя я уже много раз говорила, что я работаю в нескольких техниках. То на форварде, то на реверсе, то конусом убираю кутикулу. Не затрагивая апельсиновой палочкой. Ну, пока вот мне прям очень нравится так работать. Сначала на форварде с поднятием кутикулы. Боковые валики хорошо отодвигаем. Потому что они прям очень глубокие такие. Несистая кожа. Хотя очень тонкая. Но в то же время вот. Особенно боковушки. Прям видите, да, что я их оттягиваю. Видео увеличила. Поэтому, может быть, конечно же, четкость пропадает. Резкость сама. Такое видео размытое немножко. Ну, снимаю на балконе, да, тут звуки. Все понимаете. В тишине никак. Так, теперь переключаем на реверс. Переключаем на реверс. И проходимся. Уже справа налево. Видите, отодвигаем боковые ушки, чтобы все хорошо. И не елозим по ногтю, а в основном стараемся все это делать по коже. Прижимаясь к коже. Работаю я на 15 тысячах оборотах. Ну, вот мне эти фрезы очень нравится, что они, видите, и долговечны, и, можно сказать, я не возюкую по ногтю, не вожу. Что раз, и хорошо очень убирается аптеригия. Прям уж отлетает. Вот теперь взяла я микрофон. Здесь четвертый диаметр. Видите, как срезается колбаской. То есть, я приподнимаю микрофоном, истончаю кутикулу. Смотрите. Приподнимаю, истончаю ее. Да. И теперь уже смело срезаю. Ну, прям легко отлетает. Взяла здесь синий, именно синий микрофон, потому что красным, ну, блин, только зажевывать будет. Хотя кожа, очень чувствительная кожа, и нужно быть аккуратным. Все это делаю на пяти тысячах оборотов. Нужно быть прямо предельно аккуратным. Но красная не берет фреза. Что влажные руки, что вот такие вот возрастные. Смотрите, теперь без скорости я показываю здесь. То есть, боковушечки подчищаем, да. Проходимся по внутренней стороне кутикулы, как бы приподнимая истончая ее. Видите, вот она в такой бортик хороший стала. И теперь срезаем уже это все. Я убрала скорость, чтобы вы видели это все в реальном времени, как я делаю. В реальной скорости, точнее. И тут почищаю. Попыталась красным срезать, не получилось. Взяла, говорю, синий микрофон, потому что красным я только, ну, затру эту кожу. Будет некрасиво. Это тоже вот скорость реальная, неувеличенная. Истончаем, где не получается, еще раз проходимся истончаем. Вот он срез. Я даже здесь не полировала, потому что кожа настолько тонкая, ну, чтобы не перетереть ее. Все, моем ручки, так я называю, моем брызгалый антисептик и щеточкой. Все отлично, все убирается, как будто помыли ручки. Берем влажную салфеточку и все это убираем везде в пазухах. Ну, в пазухах мы прям щеточкой убрали, все отлично. Ой, говорю, эти посторонние звуки. Тут, значит, Ира, делай что хочешь. Из этой серии выбрала только цвет. А знаете, у меня в голове вообще, ну, вообще как-то с этим цветом я не знала, что выбрать. Она вообще любит, конечно же, все оттенки зеленого, но такие тоже любит цвета. Я была готова на зеленый и, можно сказать, подготовила дизайн к зеленому. А вот тут меня прям ввело в ступор этот цвет, и я не знала, вообще не знала, что сделать. Тут уже и слайдеры достала, и стикеры эти достала, потом достану фольгу, видите. Говорю, тут намучилась, не знала, я ее намучила. Тут решила, значит, я перекрыть несколько ногтей, средний и безымянный. Хардом номер 30, он такой светлый-белый, белесый цвет. И хардом 0,7. Остальные ногти. Но что-то пошло не так. В общем, хардом я в 30-м не стала перекрывать. Так, здесь мы уже обезжирили ноготочек, и теперь перекрываем глоссифлюид гелем от Биотек. Без джи, да, Биотек. Правильно, как они нам говорили, поправляли нас мастером, что правильно, девочки, надо говорить Биотек. Не Биотечи, а Биотек. В общем, делаем подложку. Мне нравится этот гель, точнее, эта база, как подложка. Не отслаивается ничего, прекрасно все носится. Отдельно, конечно, я не носила, но вот под жесткий материал, и она просто отлично. Так, теперь вот этот немножко ранний ноготочек я беру. Это у меня полигель от, акригель, точнее, от Силкар. В оттенке, по-моему, чтоб не соврать, 4. И свожу прямо его на нет, делаю такую заплаточку, и свожу его на нет, чтоб не опиливать. Все, сушим. Мизинчик, видите, я уже покрыла. Иногда делаю по такой схеме, покрывая мизинец, и потом начинаю перекрывать уже... Указательный палец. А потом уже средний и безымянный. Но здесь вообще я почему-то перекрываю, потому что я думала, безымянный и средний будет у нас тридцаткой. Вот. И когда вот с тем ушла, перекрываю мизинец, потом указательный, потом средний и безымянный. Для чего? Так как у нас мизинец, точнее, указательный и большой палец, да, являются ковырятельными. Чем лучше они просохнут, тем лучше. То есть они классно прям просыхают. А мизинец и безымянный они всегда отлично носятся. В общем, я вот иногда работаю по такой схеме. Особенно гелем, либо каким-то, какой-то плотной базой. В общем, наговорила, да, вы поняли про что это. То есть сначала мизинец покрываю, потом указательный, потом средний и потом уже безымянный. Пока болтала, здесь я уже перекрыла, значит, базой Hard от Биотех 07. Здесь я все-таки думаю, что же мне, что же мне сделать. Достала уже все цвета стемпинга. Думала по цвету как-то сделать его, может быть, в градиенте. Говорю, но у меня не лезло в голову вообще абсолютно ничего. Вот даже сейчас озвучиваю и сама думаю, я даже не знаю, что бы я сейчас сделала. То есть у меня вообще в голове как-то, ну, может быть, какие-нибудь блестящие полоски максимум, чтобы я сейчас придумала в голове вообще. В принципе, сам цвет тоже самодостаточный такой, но клиент хотел потемнее цвет, поэтому я думаю, ну, сделаю как подложку. Вот этот цвет. И вот, что я говорила, да, я его опиливаю. То есть, как бы завожу под ноготь пилку, вот видно, да, и убираю, сенчаю сам натуральный ноготь. И немножко боковушки, которые, может быть, где-то что-то, так как валики глубокие. Ну, вот, делаю такой небольшой опил. Ну, вот, прямо вот чисто, вот, не знаю, символически, как говорится, делаю этот опил. И то же самое сейчас делаем с другой рукой. Все опилили, удаляем опил весь. Я работаю спиртом, уже говорила. Все протираем. Вот, выбираем и цвет. В итоге выбрали X-гель от InGarden, номер 028. Очень красивый цвет. Он идет, в принципе, не только возрастным уручкам, но и молоденьким девочкам очень хорошо. За счет того, что я сделала базу, да, под цвет более-менее подходящий, в принципе, я наношу в один слой. И видите, прям, может, видно более-менее на видео. Я прям кутикулу аж оттягиваю. Вот, прям видно, да. Большим пальцем я оттягиваю кутикулу, боковушки. И подлазаю везде, даже без тонкой писти. Цветник я наношу в один слой. Он очень плотный, очень красивый цвет. Там у меня на донышке, вот 0,28 и 0,40. Они, как бы, очень схожи между собой. Так, здесь поднимаю кутикулу. Не без этого, так как все в один слой. На самой кисточке практически материала нет. Ну, мне нравятся, в общем, эти цветники. У меня их, ну, не знаю сколько. Нормально так. Везде все прокрашиваю. Сохнут они тоже, кстати, отлично. У меня не скукоживаются ничего. Хотя вот иногда пишу о девочек, что нет-нет, грешат. Ну, у меня такого нет. Вот тут я уже достала фольгу. Думаю, а уже можешь фольги наклеить. Ну, в общем, говорю, что-то вот в этот день было со мной не так. Ну, говорю, за счет меня она, наверное, уже клиент у меня устал. Думаю, боже мой, да уже сделай ты хоть что мне. В общем, я, наверное, ее уморил. Да, как сказать. В общем, она, в общем, устала от меня. От того, что я, не знаю, не могу же отпустить ее с однотоном. Вот что-то я решила что-то сделать. И что-то, не знаю, пошло не так. У меня в голове вообще не сходились карты. Тут опять я достала эти наклейки, стикеры. Думаю, что же, что же, что же. Все перерыло. У меня уже пока ответит, да уже сделай ты этот цвет. Смотри, как красиво будет. Она мне уже прямо говорит, ну, давай вот этот вот сделаем. А мне что-то вот как-то не шло. Не видела я этих цветочков там, веточек. Камеру подальше, видите, убрала вам, чтобы было видно. Разговор, конечно, я не засняла. Ну, он заснят, но я его убрала. Тут все-таки я решаюсь. Ну, ладно, сейчас попробуем, подойдет или нет. Не наклеиваю, видите, я просто подставляю. Все пойдет, ладно. Но в поисках все равно чего-то другого. Может, вот, вот, видишь, веточки. Давай сюда, давай, туда наклеим. В общем, перекрываем полностью руку топом от Global Fashion. Хороший топ мне нравится. В общем, мне понравился. Девочки, спасибо, кто советовал его мне. А как всем бутылечек нравится. Мне сегодня девушка была, говорит, ой, Ира, какой красивый бутылек. Я говорю, закончится, подарю тебе. Она такая крышечка, такая красивая. В общем, перекрываем толпом. Сушим. И теперь вторую ручку. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот немножко увеличила, клеим на безымянный пальчик веточку и на большую тоже веточку клеим. Но у меня же веточки мало. Иногда меня кто-то кусает и я, не знаю, превращаюсь в ворону, сороку-ворону, которой все надо блестяще всего и много. Тут, видите, прислонила большой цветочек, нет, он слишком большой, сейчас вот взяла поменьше и на веточку посажу поменьше уже цветочек. Но цветочка мне тоже мало показалось. Тут я нашла надпись, написано хэппи. Все, красиво. Я говорю, может еще на большой пальце, ой, на еще один ноготок, нет, нет, хватит. Так, теперь мы перекрываем все наши наклеечки прозрачным гелем. Это тоже от Биотек. И теперь, вот видите, другую ручку уже показываю, что наклеиваю средний пальчик. Тоже тут будет надпись. Здесь надпись главная. Ну, я видела, что надпись написана butterfly, да. Вот бабочка. Говорю, блин, бабочки не хватает. Говорю, давайте бабочку посадим. Нет, 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 все, хватит. Я говорю, ну ладно, будем считать, что как будто никто английского не знает. Вот опять так же перекрываю гелем прозрачным. Ну, закрепляем так мы его. Угу. И теперь уже окончательно перекрываем всю красоту нашу топу. Знаете, получилось, в принципе, неплохо. Ну, и остальные два пальчика. Тоже перекрываем топом. Простите, конечно, за посторонние звуки, но начинаешь записывать что-то на улице. Уже на балкон ушла все равно. Там начинают звуки быть. Уж не знаешь, где записывать. В шкафу. Все, все высохло. Я в конце всегда, вот слов, всегда, в общем, я делаю такой легкий опил. И уже опил убираем опять влажной салфеточкой. Салфетки летят. В общем, всегда я их тру, тру, тру. Чтобы все было красиво. Ручки были чистенькие, чтобы клиент уходил счастливый и довольный от меня. Не в пыли. Ручки были такие, хотелось на них смотреть и смотреть. Теперь берем масло в спреи от MILF. У меня манго. Девочка еще посоветовала тутти-фротти. Спасибо, я тоже его заказала. Знаю, у меня был он когда-то спипетка. Очень вкусно пах. Вот, я заказала такой же большой. Теперь брызгаю дегидратором. И сверху, тоником дегидрирующим. И сверху наношу крем. Когда мы брызгаем, не важно, можно даже водой брызгать. И сверху крем, то крем лучше впитывается и кожа прям вообще классная. Делаем легкий массаж. Ручки прям вообще как деревянные не хотели. Вы же расслабляйте, расслабляйте ручки. И прям хотелось, знаете, чтобы они вот напряжение это снять все. Ну, легкий массаж и кремушек я наношу всегда. Хотя вот я уже спрашивала у вас в видео, да, что не все это делают. И у девчонок своих спрашиваю, у клиентов. Они говорят, нет, раньше, когда мы ходили, вот только ты стала делать ограбление. Я не буду вам больше делать крема. Нет, конечно, как я их отпущу без крема? Это же такой кайф, мне кажется, самой после салона выйти. Ручки такие ухоженные. С ногтей снимаю крем, остатки крема, чтобы ногти не были мутненькие, да, чтобы красивые были сейчас на видео. И вот такая красота у нас получилась. За час 35, конечно, если бы я еще не мучила своего клиента, было бы вообще все отлично. Уже вечер, я дома, я дома вышла на балкон, потому что на балконе такой кайф. Вот, сижу на балконе, убежала с работы, даже не стала показывать, чем работали, ничего не сделала, потому что опаздывала, бояла, что магазин закроется. Мы сходили с дочей на Балберис, она там сумку забрала себе, сумку заказывала. Вот, а я сходила в фикс прайс, вчера увидела книжку Александра Звягинцева, Нюнберг, кто ходил на этот фильм, знаете, да, о чем эта книжка. Прям так захотела ее взять, чего я ее не взяла сразу вчера, черт ее знает. В общем, сходила я, сбегали, точнее, с ней прям нужно было быстро, и купила я эту книжку, начала читать ее, только начала, правда. Ну, мне нравятся вообще такие книги. Вот, вот о чем я. Вышла на балкон, я буду сейчас озвучивать, уже смонтировала видео, но видео я сделаю из сегодняшнего дня, из двух частей. Так как я снимала сегодня на двух девочек, да, сразу оба маникюра, но что мне понравилось, на двух разных руках понравилось. На двух разных руках, е-мое. Одни были возрастные ручки, а другие ручки, ну, девушка, лет 35 ей было. Думаю, наверное, будет интересно. Вот, в этом влоге будет как раз-то возрастных ручка, как я делала, делала все там, дизайн небольшой, но просто тупо наклейки, вот. Вот, а следующее видео отдельное я сделаю, именно маникюр на клиенте, я покажу вам, вот именно, маникюр на клиенте на вот этой девушке, как мы делали там, было у нас укрепление. В общем, вот так, сейчас я озвучу и выложу это видео. Завтра у нас суббота, у многих выходные, прекрасного отдыха всем, потому что я думаю, сейчас все рванут на дачу, кто на озера, потому что погода должна быть прекрасная, по крайней мере у нас, я как синоптик, да. Вот, я завтра работаю, у меня завтра 4 процедуры, 2 девочки. Вот, конечно, хочется отдыхать, но надо работать. Вот, завтра будет и 2 маникюра, и 2 педикюра. Так что всем прекрасного вечера, хороших выходных, и кто работает, прекрасно работаю. Всем пока!